Со времен династии Шан правители Китая обычно пользовались титулом Ван, что-то по типу европейского царь или король. Однако в 221 году до н.э. Инг Джен или Цинь Ши Хуан Ди, великий император-основатель царства Цинь, провозгласил себя первым императором. И впоследствии, на протяжении более двух тысяч лет, вплоть до последнего императора государства Цинь Айсинь Гюро Пуи, императоры Китая были наделены символическим значением. Император считался сыном неба и воспринимался в качестве божественного наставника, наделенного небесным мандатом для правления государством, который считался источником легитимации правящей династии. А всего в истории Китая было 83 феодальных династии за 2132 года. Из них царство Вэй эпохи Троицарствия 220-266 годы н.э., государство эпохи шести династий Цинь 266-420 годы. А далее с наложением эпохи шестнадцати варварских государств 304-439 годы был период южных и северных династий 420-589 годы, во время которого часто менялась политическая власть, а на севере и юге Китая правили разные императоры. Историки Севера отмечают, что в этот период интеграция между кочевыми и земледельжескими группами достигла своего апогея, что привело к китаизации некоторых кочевых групп. В течение этих столетий императоры также часто менялись по мере того, как династии взлетали и падали. И вот среди этих китайских императоров одной из примечательных фигур был третий император китайско-сямбийской династии Северной Джоу, Уди Ювэнь Юн. Это было сяньбийско-атабасское государство периода северных и южных династий в Северном Китае в 557-581 годах. В годы правления императора Уди Северная Джоу в 577 году уничтожила своего соперника империю Северной Аци, присоединив ее территорию, что легло в основу дальнейшего объединения Китая во времена императора Вэнь Ди, основателя династии Суй 581-618 годы и бывшего полководца Северной Джоу. Сяньби играли важную роль в истории Китая как минимум на протяжении семи столетий, поэтому довольно интересно, была ли генетическая разница между императором Уди и другими представителями древнемонгольских кочевников, исследованных ранее. Также немалый интерес как академического сообщества, так и общественности вызывает его генетический профиль, а также физические характеристики, включая внешний вид и предрасположенность к болезням, учитывая, что Уди внезапно скончался в возрасте 36 лет, а его сын умер в возрасте 21 года. Результаты. Реконструкция внешности. Единственный сохранившийся полный портрет Уди включен в знаменитый свиток 13 императоров, приписываемый китайскому художнику периода Тан Янь Лю Бэню 601-673 годы н.э. Используя самое современное программное обеспечение для реконструкции лица, авторы исследования попытались нарисовать портрет бывшего императора Северной Джоу на основе антропологических и генетических данных. В результате выяснилось, что император был кариглазым брюнетом с кожей от темного до промежуточного цвета, что соответствует фенотипам современных жителей Восточной и Северо-Восточной Азии. Что касается смерти императора Уди, которая сильно изменила траекторию последующей истории Китая, то существуют две основные гипотезы. По одной, причиной была язва с осложнениями, а по другой, его попросту отравили враги. Последняя гипотеза на заре кампаний против тюрков походит на теории заговора. Это когда простые люди могут умирать сколько угодно от болезней и прочих случайных причин, а известные обязательно по злому умыслу. В качестве альтернативы в книге Джоу сказано, что у императора было расстройство речи, низкое положение верхнего века, проблемы со зрением и хромота на одну ногу. А это уже могли быть симптомы инсульта, учитывая еще и то, что один из шести локусов риска связан с инсультом, наряду с повышенным риском подагры и хронического лимфолейкоза. Примечательно, что поскольку вокруг внешности представителей Сяньби бытуют споры, реконструированная внешность императора Уди не сильно отличалась от таковой у основного населения Северо-Восточной Азии, что идет вразрез некоторым описаниям Сяньби как светловолосых людей с густыми бородами и выпуклыми высокими носами. Помимо этого, предыдущие исследования связали высокий репродуктивный успех по мужской линии с богатством и социальным статусом. Поэтому считалось, что древние королевские императорские семьи оказали глубокое влияние на генофонд последующих популяций. Однако гаплогруппа Y-хромосома C2A1A1B1A F3830 императора Уди встречается с низкой частотой менее 5% среди населения Восточной и Северо-Восточной Азии, как и метахондриальная ДНК C4A1A плюс 195. Но пока еще мало данных от таких именитых представителей, чтобы подтверждать или опровергать такую теорию. Генетическое происхождение Генетические данные императора Уди важны и в контексте происхождения представителей племен Сяньби. Так, была обнаружена наиболее тесная связь императора Северной Джоу с древними киданиями и представителями племени Хэйшуй народа Махэ, а также с современными Даурами и Монголами. Также авторы исследования смогли сделать вывод о вероятных случаях смешения жителей из Северо-Восточной Азии и долины реки Хуанхэ китайцами. В реконструированной генеалогии Уди его бабушка была из народа Кагюрё в Северо-Восточном Китае, поэтому почти треть его родословной, связанной с популяциями реки Хуанхэ китайцами, может быть объяснена последовательными смешанными браками между знатными семьями Сяньби и местными китайскими аристократами. Однако у его супруги императрицы Ашины, как уже было сказано в предыдущем ролике, преобладали компоненты древних северо-восточных азиатов без влияния ханьцев, связанных с популяцией реки Хуанхэ, что указывает на ограниченное генетическое смешение представителей древнетюркского правящего рода с китайцами. Однако геномные данные самого императора Ауди напрямую свидетельствуют о процессе смешения местной и неместной аристократии. Помимо этого, в анализе почти у всех представителей Сяньби доминировала родословная, связанная с древними северо-восточными азиатами. При этом группы Сяньби продемонстрировали неоднородный генетический состав, тесно связанный с географией. Самые южные представители племен имели до 32% вклада от популяции Хуанхэ – китайцев. Самые западные группы, близко к северному Синьцзяну и горным регионам Алтая, имели примерно до 7% родословной, связанной с популяциями западных степных скотоводов. А у Сяньби от восточной Монголии до бассейна Амура вклад древних северо-восточных азиатов был максимален – до 96%. А генетический профиль Ювэн Юна может быть смоделирован как смесь около 62% древних северо-восточных азиатов, 32% китайцев как представителей популяции Хуанхэ и 6% западных степных скотоводов. Интересно, что представитель киданий кочевых монгольских племен, живший примерно через 460 лет после императора Уди, имел почти тот же генетический состав. Наблюдаемый генетический ландшафт, вероятно, отражает крупномасштабную миграцию населения из Северо-Восточной Азии и последующее смешение мигрирующих групп древних северо-восточных азиатов с местным населением. А всем хорошего настроения и до новых выпусков. Кстати, как вам формат более коротких роликов? Напишите в комментариях. А также не забывайте про поддержку канала.